Погиб поэт, невольник чести. 10 февраля день памяти Пушкина. Исполняется ровно 180 лет со дня смерти Александра Сергеевича. В Курске великий писатель живет в названии улицы Железнодорожного округа и даже торгового центра. У нас есть памятники, школа и театр имени Пушкина. Моя коллега Юлия Комкина расскажет обо всем подробнее. Приходится мне вот так вот наклеивать бакенбарды. Александр Сергеевич. Реинкарнация. Еще в школе Сергей Рякин получил прозвище Пушкин. Спустя годы актер модифицировал образ, добавив к родным кудряшкам бакенбарды и цилиндр. Профиль точно. Вот если вот так вот профиль. А уж фаз там, я не знаю, может быть что-то и нет. Но вот так вот, да, вот он рисовал себя так вот самолично, да, он своим пером себя вот так обозначал. И думаю, похож. Да, смотрите, никуда не деться. Я вот так даже улыбнулся потом себе. Боже мой, это что ж такое-то. В Курске поэт ни разу не был, но все же упомянул наш город в одном из своих произведений. Писал будто со знанием дела. Мне предстоял путь через Курск и Харьков, но я своротил напрямую Тифлисскую дорогу, жертвуя хорошим обедом в Курском трактире, что не безделится в наших путешествиях, и не любопытствуя посетить Харьковский университет, который не стоит курской ресторации. Говорят, за свою недолгую жизнь Александр Сергеевич написал 3000 произведений. Но у нас не математика, а литература. И сегодня, через 180 лет после смерти, его стихами и прозой зачитываются, разбирая до буквы. В лидерах отмечают библиотекарей «Капитанская дочка» и Евгений Онегин. Пушкина в Курске не только читают, но и смотрят на сцене драматического. Еще бы, ведь театр носит его имя. Более 10 лет назад на сцене с успехом играли маленькие трагедии, а в декабре 2015-го состоялась премьера «Барышни-крестьянки». Историю Алексея и Лизы посмотрели почти 13,5 тысяч зрителей. Это единственный поэт, которого я знаю, который пишет очень понятно для всех, для кого угодно. У него нет никаких таких завихрений, понимаете, он не играет со словами, вот как некоторые современные поэты, какую-то музыку, стиха, где смысл куда-то уходит совершенно непонятно. У него абсолютно все ясно, конкретно, просто и необыкновенно удивительно образно. Поэтому Пушкин, мне кажется, будет вечен. Он памятник себе воздвиг нерукотворный, а этот создали курские скульпторы. Николай Криволапов и Игорь Минин ваяли фигуру поэта. Вячеслав Третьяков и Владимир Бартенев трудились над рельефом. Здесь 28 фигур персонажей Пушкина, и у нас было всего 20 дней. И у нас получалось, что мы делали по фигуре по две в день. Приходили, каждое утро приходили и решали, так что будем делать? Капитан Скудочек. Ага, все, поехали. И мы сразу начинали делать сцену из «Капитанской дочки», потом Емельян Пугачев, «Каменный гость». Памятник был установлен в октябре 2000-го, а вот этот возле седьмой школы в 66-м и вскоре разрушился. Но уже в 70-м появился новый. Кстати, школе, как и театру, имя поэта присвоили ровно 80 лет назад. В школьном музее кудрявому автору не один квадратный метр. Есть целая коллекция бюстов, в том числе раритетный, ему 100 лет. У нас есть мох с аллеи Анны Керн. Люди были? Мох с аллеи Анны Керн. Мох, который там деревья липовые, они уже зарастают, этот мох синий такой, вот у нас есть. Далее из того дуба в Михайловском тоже есть, значит, листья, соответствующие листья у нас есть, и из лицея высушенные. Пушкин, конечно, наше все, с этим спорить не будем, но сейчас проверим, все ли помнят, Александр Сергеевич, на нашей телекомпании ваше произведение. Начнем прям с приемной. Милая, дорогая юная барышня, скажите, пожалуйста, вы, наверное, помните произведение нашего великого русского гения? Я вас любил, любовь еще, быть может, лучшее мое указло не сарство. Вот север тучи нагоняя, дохнул, завыл, и вот она, идет волшебница зима. Я к вам пишу, чего же более, что я могу еще сказать. Мне изюм не идет на ум, сукерброд не лезет в рот, пастила нехороша, без тебя моя душа. Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца. Мой друг, мой нежный друг, люблю. Твоя, твоя. Что ж, экзамен от Пушкина наши сотрудники прошли. Юлия Комкина, Андрей Зарубин, Антон Латышев, Алексей Еременко. Телеканал СЕИМ.